Приветствую вас, друзья мои! Сегодня мы начинаем нашу прогулку с Капитолийского холма. Когда поднимаешься на Капитолийский холм, у многих рассеивается внимание, и непонятно, на что в первую очередь обратить внимание. Конечно же, в первую очередь нас поражает монументальность братьев Диаскуров, великолепная базилика Санта-Мария и Нарачелли, дворцы, которые находятся на площади, конная статуя Марка Аврелия, одним словом, все самое крупное, а то, что чуть поменьше, остается незамеченным. Уж много всего сосредоточено в одном месте. Давайте сегодня рассмотрим то, на что редко кто обращает внимание. Это трофеи Марио. Я расскажу вам, что это такое и откуда они взялись. У Рима богатейшая история. Проходит какое-то время, и необходимо что-то менять. Передвигают фонтаны, статуи, делают новые площади, одним словом, благоустраивают город, но при этом стараются сохранить прошлое и историю. Я предлагаю на время переместиться с Капитолийского холма на пьяцца Виктория и Мануэля. Редко кто из туристов доходит сюда, но история трофеев Марио началась именно здесь. Вид, который мы видим сейчас, площадь приобрела где-то в 1890-х годах. В конце площади возвышаются руины нимфея Александра Севера III век. Их еще называют трофеи Марио. Эти остатки напоминают нам о древней истории района. Район, в котором мы сейчас находимся, был заселен еще до нашей эры во времена Римской империи. Несколько богатых римских семей владели этими землями. Здесь проходила целая сеть водопроводов, которые снабжала Рим водой. Был построен настоящий водный замок. По-другому его не назовешь. В который вода поступала из экведуков и через эту систему распределялась по районам города. Водный замок был украшен статуями. Вот они, те самые статуи, которые сейчас находятся на Капитолийском холме. Водный дворец, или как бы мы его сейчас назвали, фонтан, был великолепен. Благодаря своим размерам и мощным потокам воды, которые стекали с него, его смело можно назвать предшественником фонтанов Возрождения и Барокко. Сначала по его образу появился фонтан Аква-Паула на холме Янику, а потом и фонтан Трелли. В те далекие времена этот великолепный фонтан находился прямо в центре сада семейной виллы Личиняни. Территория виллы была огромная. Она простиралась до туда, где сейчас проходит железнодорожные пути вокзала Термени. В XVI веке мраморные статуи находились еще здесь, но к концу века они были перенесены на Капитолийскую площадь, где до сих пор и находятся. Их обычно называют трофеями Марио. Говорят, что эти статуи не были созданы специально для водного дворца, а значит, они были позаимствованы из другого ранее существующего памятника. Руины фонтана так и продолжают называть трофеи Марио даже после удаления скульптур. Сегодня в этих руинах, как и во многих руинах Рима, живут кошки. Как я уже говорила, в те далекие времена на этом месте находилась вилла Личиняни. В музее Монте-Мартини находится замечательная коллекция, состоящая из скульптуры мозаики, которую нашли именно на вилле Личиняни. Замечательная мозаика со сценами охоты начала IV века н.э. Она была найдена недалеко от площади Виктория Эммануэли, возле церкви Санта Сабина. Кто был в Риме, наверняка знает, там в этой церкви сейчас находится одна из скульптур Бернини. Статуя Магистров Как же мне нравится складывать пазлы и показывать вам, где была найдена и где сейчас находится эта красота. Статуя девушки Прекрасная девушка сидит в задумчивой позе, а пухлые черты лица выдают в ней еще ребенка. Статуя украшала богатую виллу Личиняни. На улице Терни, недалеко от порта Маджори, в 1928 году случайно был обнаружен туннель, где находилось несколько статуй мус. Самая красивая статуя была Полимния. Статуи мус были обнаружены на вилле императора Септимия Севера. Это был грандиозный жилой комплекс с садом, стадионом, амфитеатром. Статуи мус украшали храм. С 1997 года мы можем любоваться очарованием этой загадочной музы в коллекции музея на бывшей электростанции Монте-Мартини на улице Остиенце. Полимния в греческой мифологии – это муза гимнов. Считается, что она помнит все гимны, которые славят богов. Музу часто изображают в задумчивой позе и со свитком в руках. Музей Монте-Мартини на улице Остиенце великолепный. Здесь много интересных бюстов и статуй, но без сомнения, самая красивая – это статуя Полимнии. Высота статуи 159 сантиметров. Это римская копия II века до н.э. Статуя сделана из порозского мрамора. Задумчивая юная Полимния опирается всем своим телом на скалу. Она закуталась в плащ. Неизвестно, зима это или просто поздний вечер. Из куска тяжелого мрамора появляется нежное создание. Каждый раз, когда я бываю в этом музее, я не раз обхожу вокруг эту статую. И поражаюсь, как естественно показана задумчивая поза и загадочный взгляд девушки, который бросает вызов векам. Здесь же, недалеко от площади Виктория Эммануэли, находились еще одни роскошные сады – сады Ламиана. В XIX веке при археологических раскопках роскошного комплекса было обнаружено много интересных скульптур, которые сегодня находятся в Капиталистском музее Рима. Комат в образе Геракла в окружении Тритонов. Комат был сыном Марка Аврелия, статуя которого стоит на Капитолийской площади и в музее, и Фаустина-младшей. Он был увлечен гладиаторскими боями. Это был первый император, который вышел на арену амфитеатра, как гладиатор и борец с дикими животными. Дошло до того, что он сам провозгласил себя римским Геркулесом, приказал поставить в Риме статую, изображающую его в виде Геркулеса в шкуре льва, и приносить ему жертвы как богу, и даже хотел переименовать город Рим в город Комода. Комат выступал на арене как гладиатор 735 раз. Когда Комат был убит в результате заговора, Рим ликовал, а сенат приказал разбить статую Комода и уничтожить его имя. Знаменитая Эсквелинская Венера. Она была названа так, потому что была найдена на холме Эсквелин. И еще, пока мы находимся на площади Виктории Эммануэли, хотелось бы показать вам магическую дверь. В середине 17 века здесь была построена более скромная вилла по сравнению с античными – вилла Паломбара. Ее владельцем был маркиз Массимильяно Паломбара. Маркиз увлекался алхимией и очень часто организовывал на вилле встречи, куда приходили друзья, чтобы пообщаться на любимую тему. В круг его общения входила королева Швеции Кристина, которая жила в Риме после отречения от престола. Королева тоже увлекалась наукой и алхимией. Маркиз занимался алхимией, и, согласно легенде, однажды в древних книгах он нашел рецепт изготовления золота из металла. Он попытался расшифровать формулу, но ему не удалось, и в конце концов ему пришлось сдаться. Но мысль об этом его не покидала. Он приказал выгравировать магическую формулу с символами на пяти дверях виллы и на стенах особняка, в надежде, что однажды хоть кто-нибудь сможет их расшифровать. Это единственная уцелевшая дверь из пяти дверей виллы Паломбара. После объединения Италии шла грандиозная перестройка Рима, и вилла была снесена для строительства этого района. Единственное, что уцелело от виллы, это дверь. Правда, она была немного сдвинута и поставлена рядом с руинами Нимфея. Дверь замурована. Мы видим белые косяки, которые покрыты алхимическими символами, и по бокам два божества. Над дверью находится диск с рисунком в форме шестиконечной звезды царя Соломона. Два божества, которые стоят по бокам двери, не стояли раньше здесь и не принадлежали вилле Паломбара. Они были найдены недалеко от холма Кверенал, где в древние времена находился храм двум египетским богам – Есидий и Серапису. Я уже не раз рассказывала вам про этот храм и показывала найденные при раскопках статуи, которые сейчас украшают Рим. При археологических раскопках было найдено очень много статуй и украшений, и радует то, что не все находки спрятали в музее, а многие были размещены на улицах Рима в разных частях города. И поэтому еще раз скажу, что Рим – это музей под открытым небом. Даже если вы приехали всего лишь на несколько дней в Вечный город, то все равно сможете увидеть много интересного. В 1888 году во время работ по открытию площади Виктория и Мануэли две статуи божества были поставлены по бокам волшебной двери, и они стали хранителями этого любопытного места. А вы были когда-нибудь здесь? Может быть, вам удастся разгадать магическую формулу, и тогда вы сможете металл превратить в золото? Закончим сегодняшнюю прогулку еще в одном волшебном месте – в ботаническом саду, расположенном рядом с виллой Корсини, когда-то в бывшей резиденции Кристины Шведской. Среди основной коллекции ботанического сада есть монументальные вековые деревья, такие как дубы. Здесь их несколько видов. Вы можете встретить пробковый дуб, пушистый дуб. В теплицах находится около 400 видов орхидей, много кактусов и других растений. И сюда обязательно загляните, когда будете в ботаническом саду. Кристина Шведской На территории сада находятся пруды, ручьи, бассейны, фонтаны. Вся территория как бы разделена на части. Прогуливаясь, мы переходим плавно из одного сада в другой. Из сада ароматов в японский сад, из японского сада в розовый сад. И каждый сад украшен по-своему и засажен характерными для них растениями. Весной в апреле в ботаническом саду можно наслаждаться цветущими деревьями и, конечно же, чудесным цветением сакуры. Летом здесь же можно укрыться от палящего солнца и, не выезжая из города, отдохнуть на природе. Осенью многие деревья окрашиваются пестрыми оттенками, которые переходят от желтого к оранжевому и красному цвету. Берите на заметку это место. И если вы устали от городской суеты, добро пожаловать в ботанический сад. Здесь также часто проходят разнообразные выставки, как, например, сейчас выставка динозавров. А я на этом буду прощаться с вами. И до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok